В нашей студии сегодня Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук России и Сергей Миронов, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической Академии МИД России, кандидат военных наук. С омикрона начинать. Хорошо, но начнем мы все-таки с ответа США и НАТО на предложение Москвы. В целом эти ответы, на ваш взгляд, оказались гораздо более жесткими, чем ожидалось. Кто начнет ее? Ну, они такие же. Они такие же, как и ожидалось. Потому что некоторые эксперты Российской Федерации высказали по ним крайне негативное впечатление. Поскольку использовали те заявления, которые были сделаны двумя знающими людьми. Это Энтони Блинкен, госсекретарь США, и его натовский друг и партнер Йенс Толтенберг. Кроме того, если посмотреть на текст, а текст я взял из Аль-Паис. Мы уже думали, вы нам какой-то оригинал принесли. Нет, ну, оригинал, но я его внимательно прочитал. И по первым признакам, я все-таки в МИДе 40 лет проработал, и многие документы читал, и натовские, и американские. Это, можно сказать, подлинный документ, который Аль-Паис разместила сегодня. Конкретный, с пунктами. Ну, видите, авторские права решили оставить Аль-Паис здесь. Вот. Я готов подробно изложить, что из себя представляют эти два текста. У вас будет такая возможность. Ваше мнение по поводу ответа? Ну, ответ, на мой взгляд, не сделал никакой сенсации. Фактически, все это было ожидаемо. Вот. Мы уже не в первый раз обсуждаем эту проблему. И еще раз просто можно повторить, что маленький шаг вперед – это то, что вообще этот ответ состоялся. Вот. Его, в принципе, могли бы просто проигнорировать. Но он состоялся. Вот. Единственное, что, судя вот по тем откликам, я не видел ни подлинника, не читал вот этот Аль-Паис, но просто по комментариям. Можно сказать, что для американцев очень выгодно в будущем втянуть нас в переговоры по тем видам вооружений, в которых у нас есть прорыв. Как это было когда-то еще. Нет. Ну, мы-то впервые вообще вырвались вперед, причем сильно вперед, по многим наиболее таким значимым вооружениям, особенно по гиперзвуку. Вот. И то, что они говорят, что мы готовы обсуждать это, это говорит о том, что в первую очередь они будут обсуждать именно эти вопросы. Интересно нам. Интересно. Это действительно соответствует. Да. Ну, это уже было. Мы приходили из договора с Инвентом. Есть ли в ответе США, ну, если считать вот эту бумажку подлинной, идеи и предложения, заслуживающие внимания? Или все это уже серьезный разговор по второстепенным вопросам? Пожалуйста. Это разговор по третьестепенным вопросам, которые можно отложить на потом. Если говорить суперкратко, как говорят, bullet point, то в двух ответах, отдельно натовский, отдельно американский, можно сказать так, нам предложили гарантии нашей опасности. Нашей опасности. Не безопасности, а опасности. Второй момент. Эти различные предложения, они составлены не так, что давайте обсудим то-то, то-то и к такому-то сроку выйдем на договоренности. Они написаны типа сказка про белого бычка. Мы рассчитываем, что мы начнем разговаривать на такую-то тему и, возможно, придем к каким-то договоренностям. Это ни о чем. Это тянучка, о которой правильно мы говорили, наше руководство военно-политическое. Это тянучка, которая направлена на то, чтобы заболтать, замотать очень важные вопросы, которые реально относятся к нашей безопасности. Ну и европейское то же самое. Судя по тональности российской реакции, переговоры продолжатся или говорить теперь уже не о чем далее? То есть нет основы для дальнейших разговоров? Тут вопрос, конечно, очень сложный. Основа-то есть. И разговаривать, конечно, лучше, чем вступать в какие-то конкретные противостояния. Я вот хотел бы такую мысль провести. Все эти переговоры ведутся на фоне, как мы знаем, все приближающегося великого события мирового масштаба. Это открытие Олимпийских игр 4-го числа. В связи с этим появляется очень серьезная опасность, что именно этот факт может быть использован американцами, натовцами для провокаций. И, к сожалению, история знает таких немало примеров. Это и то, что было в Югославии, то, что было в Ираке, то, что было в Южной Осетии. Как раз такие события. Ну и, собственно, то, что случилось на Украине. Как раз мы знаем, что была зимняя Олимпиада в Сочи. Опасность заключается в том, что, как уже предупреждали наши эксперты, просто может быть нанесен удар переодетыми в российскую форму военнослужащими украинской армии, которое будет преподнесено как провокация со стороны России, как нанесение превентивного удара с последующим резкой эскалацией конфликта. Вот этот опасный рубеж, четвертое число, он приближается. И, к сожалению, то есть надо быть, с нашей точки зрения, очень и очень быть осторожными и внимательными, ну и постараться каким-то образом это упредить. Еще один момент хочу сказать. Вот это сосредоточение якобы наших войск в Белоруссии на приграничных территориях с Украиной говорит о том, что ни американцы, ни британцы, ни другие члены НАТО не воспринимают Россию как способную вести боевые действия в совершенно иных условиях. То есть вот эти вот самые, как говорят, танковые колонны, танковые клинья, которые там, они будут громить с предоставленным американцами оружием. Британцами. И британцами в том числе, ну, американские противотанковые системы. Да, все это... Британские тоже. Да, все это говорит о том, что мыслят они категориями даже не 20-го века, вернее, середины 20-го века. Потому что совершенно по-другому проходят современные операции. Пожалуйста, опять же, вспоминаем Югославию, вспоминаем последнюю операцию в Ираке. То есть когда наносится массированный ракетно-авиационный удар, никаких танковых клиньев не будет. Одновременно проходит мощнейшее воздействие средствами электронной борьбы и так далее и тому подобное. Ну, то есть все будет подавлено очень быстро и бескровно с нашей стороны. Хотя мы знаем, что вот Борис Джонсон сказал, что мы будем поддерживать Украину до последнего украинского солдата. Есть. Прошу вас. Но вам не кажется, самая тянучка, о которой вы сказали, она гораздо выгоднее для всех сторон в плане повышения ставок и ведения определенного торга, чем какие-то реальные боевые действия? Ну, конечно, лучше сто лет переговоров, чем даже один день войны. Так говорил бывший советский министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Поэтому лучше переговариваться. Но я покажу... Вот согласие на дальнейшие переговоры не станет потерей лица как раз для России, я прошу прощения, с учетом как раз сделанных ранее, о том, чем вы напоминали, заявлений, после того, как были направлены требования Вашингтону, а как раз непозволительности их забалтывания, о том, что если гарантий по неразмещению от НАТО и США не будет, говорить дальше бессмысленно, ответ последует военно-технически и так далее. Естественно, можно, но пока не видно, что наш оппонент главный США и организация НАТО тоже как оппонент. Все-таки 30 государств это серьезная сила. Так, 800 кораблей только океанской зоны, 28 тысяч самолетов и вертолетов, ядерное оружие у трех государств США, Великобритания, Франция. Конечно, не любой ценой. Но сейчас обстановка такова, что в принципе сто раз обсуждать одно и то же нечего. Мы сказали, они подпишут вот эти два проекта соглашения, которые мы 15 декабря прошлого года передали, 17 через два дня и придали гласности на сайте МИДа России. Подпишут? Нет, не подпишут. Ничего здесь этого нет. Не подпишут. И даже не пытаются, ну знаете, как вот контракт. Я понимаю, ну и тогда что? Будет ли Россия теперь переходить к обещанному? К обещанному. Надо переходить к обещанному. Потому что еще, хотя говорят, что это разный вопрос. Донбасс, ситуация, возможное нападение, агрессия Украины против Донбасса, она неминуемая, я считаю, потому что слишком много признаков развязывания этой агрессии. Давайте мы, чтобы нам не заболтать. Что значит переходить к обещанному, вот в вашем понимании, военному вопросу? Ну, я не думаю, что Россия перейдет без каких-то значимых шагов со стороны США и НАТО. Так обещали же. Нет, нет. Перейдет, я имею ввиду, конкретно то, что мы ожидаем, боевые действия. Нет, Рябков сказал, будем переходить там, ответ будет в военно-технической плоскости, по-моему, было так сказать. Что это значит? Что это значит? Ну, военно-техническая плоскость, опять же, уже было неоднократно, говорилось о возможности использования наших добрых друзей в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Да, вот уже говорилось, о Венесуэле там, я вот в прошлый раз уже говорил, что там 11 миллиардов нашей техники поставлено на 11 миллиардов. Но, помимо этого, мы туда уже освоили трассу наши стратегические бомбардировщики Ту-160, они с визитом вежливости там побывали, если что. Вот, если они пролетают в акватории Черного моря и пытаются имитировать бомбометание атомными боеприпасами, то и мы примерно то же самое можем сделать. Есть уже для этого. Вот, что говорит, по-моему, в этой же связи, вот сегодня нам сказал в эфире, господин Бофф, пожалуйста. Москва похоронит Минские соглашения, признав ЛНР ДНР. Это будет сделано во второй половине февраля. Они будут признаны, Минские соглашения будут похоронены тем самым окончательно. И, возможно, тогда мы углубимся в разоруженческие переговоры с Западом по всем тем вопросам, которые вот тут перечислены. Но, так сказать, вероятность этого не стопроцентная, конечно. Может быть, признание ЛНР ДНР запустит какой-то новый маховик эскалации. Я не исключаю, что какой-то локальный конфликт может произойти в Донбассе. Скажем, расширение зоны контроля ЛНР ДНР. Ну, и, кстати, это тоже один из таких серьезных ходов, когда действительно будут признаны ЛНР и ДНР. Но мы же хороним Минские соглашения. С нашей страны. Это главный козырь. Вы понимаете, в чем дело? Минские соглашения, они уже заболтаны и, так сказать, руководством Украины, прежде всего, сведены к такому положению, что все прекрасно понимают, Украина при нынешнем руководстве, при нынешней ситуации на Украине, никогда не будет их выполнять. Ни при каких обстоятельствах. При такой, тем более, серьезной поддержке, которая оказывается им со стороны США, Великобритании и другими сателлитами американскими. То есть, Канада и так далее, и тому подобное. Так и президент Украины заявлял, что они не собираются выполнять. И руководитель СНБО тоже заявил недавно, что они не собираются. Но это фактически видно, что не собираются. Все 13 пунктов, они ничего не выполняют. Что это нам дают? Поэтому у нас руки развязаны. Что это нам дают? Руки развязаны. То же самое, как договор РСД. Это опять же будет признано актом агрессии. Уже явно, явно. Нет, но посмотрите, Южная Осетия, те боевые действия, которые проходили в 2008 году, значит, после того, как все закончилось, знаем, чем закончилось, знаем, как закончилось, после этого мы признали и Южную Осетию, и Абхазию, развернули там военные базы, и все затихло. Не затихло? Откройте, где в этих вот ответах содержится, чтобы мы вывели войска из Южной Осетии, из Абхазии, вывели войска. Из Грузии написано, из Грузии. Но они понимают под этим делом как раз Абхазию и Южную Осетию. Я что хочу сказать? Что признание – это важная и нужная вещь с нашей стороны. Но сегодня признавать и завтра, то есть до реальной масштабной агрессии Киева против Донбасса нельзя. Но как только агрессия начинается, не спорадические выстрелы из снайпера, из винтовки, к сожалению, да, как только начинается, сразу признаем оружие нужно сегодня, а еще лучше вчера Донбассу. Господа, благодарю вас. Владимир Хозин, член-корреспондент Академии военных наук, и Сергей Миронов, доцент кафедры Международной и национальной безопасности дипломатической академии МИД России. Кандидат в военных наук были в нашей студии. Программа «Что это значит?» каждый день в 19 часов на РБК. Продолжение следует...